МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Время говорить» и главные новости минувших выходных. И, конечно, наступившей неделе расскажут наши журналисты. Коротко о главных событиях. В Рязани открылась клиника «Мать и дитя». Красную ленточку перерезали высокопоставленные гости. В администрации города прошла расширенная пресс-конференция с участием Олега Булекова. Финансовые пирамиды по-прежнему находят своих вкладчиков. Рязанцев, пострадавших от деятельности Сберкасса-24, просят обратиться в полицию. Начать хотелось бы с новостей, с позволения сказать, международных. Несомненно, наиболее громким и важным событием минувшей недели стало подписание Минского договора о прекращении огня в Луганской и Донецкой народных республиках. Нам удалось связаться с жителями Донецка и узнать из первых уст, соблюдается ли перемирие, прекратился ли огонь по гражданскому населению, есть ли, по их мнению, надежда на мирное существование. Нет, сейчас тишина пока. Ну, как, ну все, после полу первого, давай, тишина, и все, и до сих пор пока не стреляем. Ну, не очень верится, потому что они могут, как бы, нарушить, да, вот, потому что не очень нам верится, что это, как бы, ненадолго, ну, никто гарантию не дает точно. Все, все, все дают, говорят, ради, ну, максимум, наверное, недели-то продлить, да, сейчас они что-нибудь тут, что-нибудь сейчас решат, они там сами, и начнут опять стрелять. И все же хочется верить во что-то хорошее, в это и без того непростое для мирных граждан Новороссии время, а может быть, все-таки. Но вернемся к новостям рязанским. Два месяца минуло с тех пор, как в должность главы администрации города вступил Олег Евгеньевич Булеков. За это время с его легкой руки произошло немало перемен, связанных как с работой мэрии, так и с кадровыми перестановками. На расширенной пресс-конференции, которая прошла в рязанской администрации, Олег Булеков поделился с журналистами планами на ближайшее будущее и ответил на все интересующие представители и СМИ вопросы. Подробнее в сюжете Глеба Галушкина. На своей первой пресс-конференции в новом году главе администрации Рязани Олегу Булекову журналисты задавали разнообразные вопросы, касающиеся городского благоустройства, проблем с уличным освещением, а также громких резонансных инициатив. Таких, как, например, повышение вмененного налога для ряда предпринимателей или же рассмотрение передачи в концессионное управление муниципального водоканала. Касаемо последнего вопроса, Олег Булеков сообщил, что без вливания денежных средств Рязанский водоканал долго существовать не сможет. И, по его мнению, проект концессии требует широкого общественного обсуждения. Общество на сегодняшний день не готово было к новшеству такому. Мы для себя приняли решение, что мы в любом случае будем детально прорабатывать этот вопрос, в том числе и с обществом. Мы будем, посмотрим положительные примеры, которые на сегодняшний день есть уже и в других субъектах Российской Федерации. Олег Булеков добавил, что рост тарифов возможен только в рамках утвержденных Федеральной комиссией нормативов. Далее последовал вопрос о повышении вмененного налога для ряда предпринимателей. Олег Булеков на это ответил, что принято решение в нынешнем году не менять ставку этого налога. Мы для себя приняли решение, что, скорее всего, мы выйдем в администрацию города, выйдем в Рязанскую городскую думу с предложением о том, чтобы отсрочить введение данного налога с 1 января 2016 года, учитывая экономическую ситуацию. В приоритете у работников городской администрации, по словам Олега Булекова, безусловно, остается благоустройство. Рязанский мэр пообещал закупать малогабаритную технику для уборки дорог и тротуаров. Но также большую ответственность за чистые улицы будут нести и воссозданные префектуры. Работникам этих структур уже переданы соответствующие полномочия. Коснулся Олег Булеков выполнение пунктов энергосервисного контракта по замене фонарей уличного освещения. По словам главы городадминистрации, вскоре будут произведены замеры уровня освещенности новых ламп. И если он окажется недостаточным, то подрядчик обяжет устранить все неисправности. Весь этот энергосервисный контракт, который должен был в декабре еще месяце, мы должны были принять все светильники, те, которые демонтированы, и те, которые смонтированы на наших дорогах, в конце декабря должны уже были контракт закрыть. На сегодняшний день работа еще не принята. И вот сейчас по всем 300 участкам происходит приемка этих работ. Вы абсолютно правильно заметили, что уже по городу наблюдается о том, что некоторые светильники просто перегорели. Но на сегодняшний день это ответственность еще подрядчика, который выполняет эти заказы. Вот те участки, которые мы сейчас приняли, там есть гарантийные обязательства. И в рамках этих гарантийных обязательств подрядчик за свой счет и за свои средства меняет эти светильники. В завершение общения с журналистами Олег Булеков пообещал продолжать программу по благоустройству парков и скверов, как только наступят теплые весенние дни. В субботу в нашем городе начала свою работу клиника «Мать и дитя». На открытии присутствовали гости высокого уровня. В их числе были наш губернатор Олег Ковалев, представитель президентов ЦФО Александр Беглов, замминистра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева и, собственно, председатель совета директоров группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер. Открытие клиники такого уровня обеспечит оказание качественной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям нашего города и области, что, несомненно, положительно повлияет на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в регионе. Подробности в материале Глеба Галушкина. Открывшийся в Дашково-Песочни клиника «Мать и дитя» будет работать по основным направлениям акушерства, гинекологии, детской педиатрии и терапии. Что немаловажно, здесь будут проводиться операции по экстракорпоральному оплодотворению. Ведь, согласно статистике, из Рязанской области на эту процедуру ежегодно направляются около 500 пар. Врачебный центр оснащен современным и новейшим медицинским оборудованием, а в нем работают как рязанские, так и московские специалисты. Сама клиника «Мать и дитя» построена на средства Госкорпорации Ростехнологии. В целом, как отметил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Рязанская область в сфере медицины продвинулась за прошедшие несколько лет довольно значительно. Я хочу сказать, что сегодня Рязанская область шагнула вперед на два шага. На сегодняшний день понизилась детская смертность. Это очень хороший, большой показатель. В целом, смертность понизилась. Это тоже очень хороший показатель. Но вот открытие таких медицинских центров, открытие мобильных медицинских услуг, это дает именно этот хороший результат. Но надо еще над этим работать, 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 чтобы переходить уже на те показатели, которые сегодня ставит и Министерство здравоохранения, о котором говорит и президент на сегодняшний день. Замминистра здравоохранения России Татьяна Якулева также отметила положительную динамику Рязанского региона по улучшению демографических показателей. Сейчас в Рязанской области формируется все, что необходимо для доступности и качества оказания медицинской помощи. Если мы с вами вот говорим, что не хватает кадров, если мы с вами посмотрим, то в Рязани сегодня кадры, они превышают и по врачам, и по медицинским центрам средние российские показатели. Например, если в средней России у нас 41,10 тысяч населения, то, например, в Рязани 48, и точно так же по среднему персоналу. У нас в Рязани не в каждой регионе существуют перинатальные центры, и не даром сегодня поручение президента имеем, чтобы в каждом регионе существовал современный перинатальный центр. И 22 перинатальных центра, несмотря на все трудности, мы сегодня строим, которые должны закончить в 2016 году. В Рязани этот центр есть. И до недавнего времени, возьмите 2012, даже 2013 год, смертность Младенческая 9,1. Это очень высокая смертность. На сегодняшний день, например, за 2014 год, я очень рада, в Рязани 6 с небольшим. Это практически европейский уровень. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил, что регион и в дальнейшем не намерен останавливаться в развитии системы здравоохранения. Мы существенно снижаем сейчас количество смертей сердечно-сосудистых заболеваний. Создана целая система трехуровневая, которая обеспечивает в достаточной степени и профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. И в онкологии тоже мы имеем успехи, но хотелось бы их усилить. Что касается БСМП больницы, то она позволила бы нам улучшить качество лечения больных с травмами различного рода и так далее. Поэтому мы планируем развивать сеть ФАПов и сегодня ведем эту работу, в том числе на основе частного государственного партнерства. В общем, открытие таких клиник, как «Мать и дитя», позволит выполнить указы президента о создании европейских условий в отечественном здравоохранении и, безусловно, выведет на новый уровень местную систему родовспоможения. В эфире программа «Время говорить» мы продолжаем наш выпуск информационными сюжетами от рязанских силовиков. Сотрудники УВД просят горожан и жителей области, пострадавших от действий фирмы Сберкасса-24, обратиться со своими заявлениями в отделение полиции. Напомним, что в Рязани, а именно здесь находится головной офис фирмы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителей Сберегательной кассы-24. Всего по стране было открыто более 20 отделений и филиалов на территории 11 субъектов Российской Федерации. Жертвами фирмы стали более 2000 граждан, а в совокупности ущерб превысил 100 миллионов рублей. По имеющейся информации, на сегодняшний день в нашем регионе в полицию поступило 116 заявлений граждан, вложивших в свои кровно заработанные финансовую пирамиду. Но, по мнению правоохранителей, число пострадавших как минимум вдвое больше. На данный момент в Рязанской области в полицию обратились 116 пострадавших от фирмы Сберкасса-24, в деятельности которой правоохранительные органы выявили признак финансовой пирамиды. В то же время сотрудники полиции предполагают, что от рук предполагаемых мошенников пострадали вдвое больше жителей региона. Следователи просят этих людей как можно скорее обратиться в Следственное управление ОМВД России по Рязанской области. В производстве Следственного управления регионального ОМВД находится уголовное дело, возбужденное по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива Сберкасса-24. Им вменяется совершение мошеннических действий. В настоящее время в органы внутренних дел обратилось всего 116 человек, которые признаны потерпевшими. Согласно имеющейся у следствия информации, не все граждане, пострадавшие от деятельности данного кооператива, проживающие на территории Рязани и Рязанской области, обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав и законных интересов. В связи с этим следователи обращаются к рязанцам, внесшим личные денежные средства и пострадавшим от действий руководителей указанного кооператива, как можно скорее обратиться в Следственное управление ОМВД России по Рязанской области по адресу город Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, контактный телефон 44-46-08. Дорога ошибок не прощает. Это неписанная истина, полностью отражающая всю суть воскресного происшествия. В Шацком районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Подробности в материале Алены Куколевой. За прошедшие выходные на дорогах Рязанской области случилось 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести. В регионе произошло 214 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам, а 73 водителя были задержаны в состоянии опьянения. За прошедшие выходные в ходе проведения специальных мероприятий, направленных на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, было выявлено 73 административных правонарушения, связанных с управлением транспортных средств, в состоянии алкогольного опьянения. 14 февраля в 2 часа 30 минут на улице Новоселов 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выйдя из клуба, с ее слов решила перепарковать свой автомобиль Лата Приора и при движении задним ходом совершила ДТП с припаркованным на противоположной стороне проезжей части автомобилем «Фольксваген». После совершения ДТП вернула свой автомобиль на прежнее место и закрылась в нем. В закрытом автомобиле находился до приезда сотрудников ДПС. После оформления ДТП все участники были доставлены на Солокинский пост и в результате медицинского освидетельствования данная девушка в несколько раз превысила содержание алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Серьезная авария произошла в воскресенье в Шацком районе. 25-летний житель Пензенской области на 14-й, выезжая с объездной дороги Шацка, на трассу не предоставил преимущества движения грузовому автомобилю «Вольво». В результате происшествия водитель «Жигулей» с черепно-мозговой травмой помещен в реанимационное отделение Шацка ЦРБ. Его пассажирка, 20-летняя жительница Московской области, также госпитализирована в больницу. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа подробностей. На этот раз гостем нашей студии стал Сергей Караев, председатель правления Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова